Привет, друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем легендарном магазине «Таганский» и сегодня мы, собственно, поговорим о том, как звучит колонка за 390 рублей. Многие скажут, никак она не звучит, это убогий товар, его надо выбросить и ни в коем случае с ним не связываться. Соответственно, это далеко не так. Та же самая компания JBL со своим продуктом, замечательным, как клип за 1500 рублей, может звучать намного хуже, чем продукт от какой-то там неизвестный вам или мне, компания Microlab. Хотя эта компания известная, но, тем не менее, продукт дешевый, и мы сейчас узнаем, достоин ли он своей цены 390 рублей или его надо раздавать бесплатно. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такую вот упаковку простенькую, соответствующую своей цене. Имеем бренд Microlab и гарантию на один год, собственно. Что еще мы имеем? Внутри у нас батарейка на 1200 миллиампер час. Вход три с половиной джек для того, чтобы можно было включить наушники. Отверстие для зарядки microUSB. И здесь вот еще есть для SD-карт. Можно карточку SD вставить, я так понимаю, записать туда MP3-шек и колонка будет проигрывать. Здесь у нас кнопки регулировки громкости, включение, выключение и плей-пауза. Собственно, все. Больше у нас ничего нету. Ну и у нас еще такая веревочка, можно повесить на рюкзак, можно прицепить к велосипеду, можно подвесить на какой-нибудь крючок, в ванную и там проигрывать музыку. А можно, например, в тренажерном зале к велодорожке прицепить. У кого какая фантазия. Это китайский продукт с Bluetooth 4.0. Сейчас мы давайте посмотрим, как она звучит. Так как вы этот звук будете не в состоянии услышать у себя в квартире, я вам, в принципе, поделюсь просто своими ощущениями. Играет ли она на свои деньги, не играет. Если не играет, мы вам будем раздавать бесплатно. Потому что либо их выбрасывать, либо продавать. Уже неплохо. Неплохо, потому что она работает. Д-21 называется она. Минималистично. Достаточно громко, слушай. Тут глядишь, сейчас не на 390, а на 5000 будет играть. Из советских фильмов. Классику. Как раз под новогоднее настроение. Ну, что сказать. Не особо так и громко, но и не тихо. Давай что-нибудь другое. Игорька, например. А вот Игорёк. Какой бы продукт не был, играет везде хорошо. Вот включил и прям чувствуется. Улыбку на душе вызывает. Прям чувствуется качество. А вот тут уже на уровне GBA клипы даже лучше. Мадонну. А здесь заикает, слышишь? Не хватает чистоты. Тут уже похуже. Ну, слушай. Нормально. Видно, что где-то не хватает частот, а где-то хватает. Видно, что не хватает где-то басов, а где-то хватает. В принципе, колонка играет на уровне GBA или клипа. То есть, да, одна колонка стоит 1500 рублей, другая 390 рублей. И вот за 390 рублей играет на том же самом уровне, что и GBA клип. А может быть, даже еще и лучше. Потому что, когда на клипе включаешь некоторые композиции, там видно, что колонка тоже вздыхается. Тоже не хватает мощи, из-за размеров встроенных динамиков. Играет на свои деньги. Бесплатно нам ударить их не будем. Потому что она играет не только на 390 рублей, она играет на все, на всю тысячу. На всю тысячу играет. Поэтому 390 рублей за такую колонку оправданно. Особенно с учетом того, что скоро у нас праздники. И те, кто не знает, что-то подарить. Да, там, собственно, что такое 390 рублей? Ну, один раз сходить на бизнес-ланч. То есть, у вас выбор, либо один раз сходить на бизнес-ланч, там, поесть хорошенечко. Либо просто взять и сказать, я сегодня не пойду на беззначь, а вот куплю колонку эту жалкую, подарю и сделаю человеку приятно. Даже несмотря на ее цену. Потому что получить такую колонку, вот, если бы я получил, я понял, что она стоит не меньше, чем полутора тысяч. Ну, продукт, в принципе, достойный. Достойный, играет на свои деньги хорошо. Да, он играет не на 390 рублей, а на полторы тысячи. Как джибелька. Я могу смело его рекомендовать в покупке. Особенно за такие деньги. От меня, ну, по 10-балльной шкале, если сравнивать цену, 390 рублей и исполнение, качество и качество звучания, твердое, 8 баллов, 8 из 10, потому что цена решает наше время. Все, почему 2 балла не поставил дополнительно, ну, из-за жадности. Пока.